Без футбола не обошлось и перед собранием акционеров КамАЗа до встречи с машиностроителями Рустами Ниханов и Сергеем Чемизов посетили одноименную футбольную школу. Ей около полувека, а сейчас здесь занимаются 700 детей. Футбольная школа КамАЗа стала кузнецей кадров для многих российских клубов. Очень надеемся, чтобы в наших национальных клубах играли наши ребята. Наши ребята уже собирают роботов. С ними гости встретились в детском технопарке Кванториум. Он стал первым таким в стране. Сейчас здесь свои технические изыскания проводят 450 воспитанников, как говорят, будущих КамАЗовцев. Свои навыки и проекты ребята смогут применять на промплощадках КамАЗа. Мы видим, насколько здесь продвинутые наши дети. Занимает огромное количество призовых мест на разных конкурсах. Как продвинулись дела у взрослых КамАЗовцев, говорили уже на собрании акционеров. Доложили, минувший год получился успешным. Автопром оправился от кризиса. И по ключевым показателям наблюдается рост. Было продано 38 тысяч грузовых автомобилей. Выручка составила 156 миллиардов рублей. КамАЗ в полной мере воспользовался благоприятной ситуацией на рынке и своевременно среагировал на спрос. Более активно влиять на политику автогиганта. Татарстану позволят передаваемой республике пакет акций. Решено, что рост тех, владеющий 49,9% отдаст 3% в обмен на доли республиканских радиотехнических предприятий. Это радиоприбор и Альметьевский завод радиоприбор и Казанский электротехнический завод. Стоимость мы сейчас в ближайшее время уже оценку завершаем. Завершим все эти договоры. И я думаю, что в августе мы завершим все деньги. В обмен мы отдаем, как я уже сказал, чуть менее 50% акций. Сейчас КамАЗ выпускает 60 моделей и полторы тысячи комплектаций автомобилей. Этот год также планирует завершить с ростом. Рустам Мениханов отметил. У предприятия хорошие перспективы. Я должен поблагодарить Сергею Петровичеву, вашу команду, Сергею Анатольевичу. Как бы ни было, сегодня КамАЗ не только работает, он работает на перспективе. Своё будущее КамАЗ связывает с разработками электромобилей и беспилотников. В 2017 году электробус КамАЗ тестировался в различных городах и по отзывам отлично зарекомендовал себя. А уже в следующем году автогигант собирается отметить своё 50-летие. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Ильшат Аюбов, Ремель Закиев, ТНВ «Набережная Чулны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова